Привет, любимые! Сегодня говорим с вами про очевидную вещь, признаки того, что с вами все нормально, просто есть проблемы с гормональным фоном. Многие путают, я сейчас назову те вещи, которые действительно говорят о проблемах с гормонами, но никак не о том, что у вас какие-то там психологические моменты. Гормональный дисбаланс может быть проблемой целого ряда нежелательных симптомов от усталости, увеличения веса, плохого настроения, куча, куча всего. Бывает это тяжелые болезненные месячные, не хочется секса, низкая либидо, бессонница, некачественный сон, бывает необъяснимое улечение веса, как я сказала. Проблемы с кожей, проблемы с фертильностью, головные боли, слабые кости, сухость влагалища, куча всего. Многие даже не знают, что агрессия, депрессия бывают проявлением, опять же, таких гормональных проблем. И гормоны очень многим управляют. И это не только настроение, поведение, контактность, быстрое переключение. Как я сказала, это и вес, и куча-куча всего. Даже проблемы хронические с кожей, это не обязательно не ешьте молочку. Бывает это история, связанная с симптомами на паузы, либо проблемой щитовидки. Про фертильность. Высокий уровень фоликостивирующего гормона может снизить шансы женщины забеременеть. То есть поликистоз очень сильно влияет на беременность. Сухость влагалища, куча-куча всего. Так же, как и стрессовая история, постоянно в стрессе. Бывает эта история завязана на гормональных моментах. Кортизол тоже нет энергии. Тревожность. Бывает высокий, бывает низкий кортизол. Бывает связан с ОРВИ. Бывает связан с, опять же таки, с различными гормональными колебаниями. Поэтому, когда мы с вами говорим про гормональный сбой, то во многих случаях он отражает максимально-максимально проявление. У мужчин это бывает история вплоть до «хочу играть в игрушки», «хочу пить пиво», «не хочу ничего», снижается тестостерон. У женщин бывает история «просто ничего не хочу делать», «головная боль» и другие проявления. Поэтому, когда мы говорим про гормоны, это очень серьезная вещь. И гормональный баланс, он важен вообще в принципе. Щитовидка, гипофиз, надпочечники, поджелудочная железа. Куча-куча всяких гормональных сигнальчиков подаются ежесекундно. И когда идет хоть какой-то гормональный сбой, например, яичники в сбой, не идет менструация вовремя, то у девушки то «хочу на коня», то «на коне кататься», то «хочу плакать». Вот такая история бывает достаточно часто. Поэтому гормональные сбои очень важно корректировать. И говорят, нет настроения начать там что-то. Да нет, это не «нет настроение», это гормональный сбой. Поэтому будьте внимательны, когда говорят, «я была у астролога, он мне сказал, я говорю, у кого ты была?» А ну быстро, когда к ринологу. Понимаете, да? Надеюсь, понимаете. Пусть это видео будет для вас, потому что когда есть проблемы прогестерона, проблемы опять же такие, вот ТТГ, Т3, Т4, а Т3 никто не смотрит часто, и девушка мучается, а Игорь говорит, ну ТТГ же нормальный, понимаете. Вот такие мелочи, они очень сильно влияют.